который посвящен тайнам хорошего самочувствия и здоровья с вами андрей дуйко и компания тибетская формула я постараюсь ответить сегодня на ваши вопросы а также выберем какой-нибудь интересный материал возможно вам будет что-то интересное так алла конева ура очень ждем приятно алла конева спасибо уважаемый андрей дэв спасибо марина федоренко здрасте андрей андрей скажите пожалуйста энцефалопатия головного мозга и вены за поджелудочная спрашивала и желчный сказать что здоровое и колени можете сказать что пить из ваших продуктов по моему мнению любые процессы которые происходят в коре головного мозга обычно они связаны в том числе с процессами которые происходят с печенью очень часто энцефалопатия которую вам поставили врачи связаны с печенью и связаны с токсическими непереработанными материалами которые токсинами вернее которые появляются который вырабатывает печень и которые могут проходить через энцефалопатические барьеры нашего мозга энцефалический барьер и влиять вот таким образом на наш мозг именно поэтому очень часто люди у которых есть проблемы печени прежде всего начинают страдать проблемами мозга что необходимо сделать ну самый простой способ это применять продукты которые восстанавливают печень нет более великолепного продукта чем продукт битулин который делается путем экстракции и выведения или путем экстракции лиофилизации и выделением вещества которые называются битулин целую лекцию я читал у битулине и рассказывал о том как битулин применяется широко на сегодняшний день как альтернативный метод лечения таких заболеваний как гепатит c гепатит b и это действительно так вы знаете при применении клинические доказано уже что при синдроме который не имеет лечения в нашей традиционной медицине этот синдром называется синдромом жильбера который который обычно проявляется в виде высокого печеночной высокой печеночной вернее в виде высокого белирубина прямого и непрямого и такой высокий белирубин обычно не купируется если у человека длительное время высокий белирубин или высокие аминотрансферазы или ацетиламинотрансфераза печеночные пробы или высокие липиды но особенно высокий белирубин то в дальнейшем это может привести к появлению заболеваний как заболеваний кожи так и заболеваний мозга именно поэтому я часто говорю что а так вот единственный препарат на сегодняшний день не побоюсь этого слова в мировой практике который излечивает синдром жильбера это битулин поэтому в случае если у вас синдром жильбера вам необходимо принимать битулин также хочу сказать что битулин великолепно себе результат зарекомендовал как препарат применение длительное применение которого в дальнейшем с гарантией приблизительно ну 60 процентов поверьте это немало для этого заболевания устраняет заболевания псориаз применяете на протяжении 3-6 месяцев препарат битулин по одной таблетке три раза в день и практически 60 процентов псориаза в случае если он очень активный исчезает можно применять его совместно с основным лечением именно поэтому я все время говорю применяйте обязательно препарат битулин если препарат битулин он больше влияет на печень препарат битулиновой кислоты влияет больше на иммунитет именно поэтому комбинация или совместный прием битулиновой кислоты и битулина может помочь человеку одновременно улучшить иммунитет и справиться с липидами высокими, справиться с проблемами печени, устранить высокие титры билирубина, восстановить функцию гипотоэнцефалическую, а также справиться с жировым перерождением печени, очень-очень советую. Сейчас, в последнее время, огромное просто количество информации популяризирует всевозможные аминокислоты. Сегодня я бы хотел вам рассказать, наверное, о двух таких, наверное, знаете что, а давайте я сегодня расскажу обо всех аминокислотах, которые есть, которые вырабатываются в нашем организме самостоятельно, и которые не вырабатываются в нашем организме самостоятельно, и которые можно, по идее, внести. Итак, с какой бы начать? Незаменимых аминокислот, которые необходимы нашему организму постоянно, ежедневно, их 9. Сегодня я о них расскажу, а также о 9 или давайте об 11, которые дополнительно еще необходимы, тоже договорю. Итак, на первое место необходимо поставить, скорее всего, изолицин. Я считаю, это самая незаменимая или одна из самых незаменимых аминокислот. Почему? Дело в том, что изолицин участвует в формировании и расщеплении углеводов. В случае, если изолицин не вырабатывается у человека, то у человека появляются синдромы, в том числе Альцгеймера, Паркинсона. Уже есть исследования, которые доказывают, что недостаточность изолицина может приводить к появлению как ригидности мышечной мускулатуры, как дистрофии, так и заболеваний, в том числе заболеваний глаз, заболеваний сетчатки, заболеваний центральной нервной деятельности и так далее. Второе – это лицин. Лицин участвует в восстановлении костной ткани и считается, что если недостаточно лицина у человека, то у человека развивается заболевание остеопороз. В случае, если у ребенка есть гиполицимия, можно так называть, то у ребенка может сформироваться задержка роста. Лизин аналогично связан с… в случае, если лизин не вырабатывается, у человека появляется проблема костной системы и суставов. В большинстве своем потеря тазобедренного сустава как раз связана с тем, что недостаточность лизина, какой там еще есть. Метионин восстанавливает клеточный рост. В случае, если замедляется клеточный рост, то это приводит к старению. Ненапрасно есть такое понятие, которое называется метилирование. Оно происходит за счет как раз белка и, вернее, расщепления белка и получения вот такого мономера, который называется метионин, который участвует в метилировании наших клеток. Его дополнительно не нужно, он всегда вырабатывается. Дальше. Трианин аналогично связан с коллагеном, с эластином, связан с кожей. Он нам постоянно необходим. Л-триптофан, который я продаю, вы, наверное, помните. Л-триптофан, он участвует в формировании ниоцина, это витамина В3. Также участвует в формировании и усвоении амигдалина. Это как раз витамин В7, который является мощнейшим онкопротектором. Считается, что недостаточность при заболевании, кстати, который связан с синдромом быстрого старения, я сейчас не смогу вспомнить его название, доказано, что в организме как раз не вырабатывается трриптофан и цистин. Или цистин, или цистерин. Таким образом, недостаточное количество трриптофана может приводить человека к таким заболеваниям. Также усвоение никотиновой кислоты происходит за счет увеличения л-триптофана. Л-триптофан является прекурсором наших гормонов радости, таких как дофамин, серотонин. Также усвоение катехоламинов, это адреналин и норадреналин, исключительно связаны с выработкой л-триптофана. Очень часто в время стрессов не хватает нам л-триптофана, именно поэтому л-триптофан я рекомендую дополнительно применять. Валин связан с энергетическим обменом. Я считаю, что в случае, если валин не вырабатывается, у человека появляется заболевание сахарный диабет второго типа и первого типа, в том числе, если не может ребенок отдохнуть, если тело не восстанавливается, утром проснуться не можете, то это говорит о том, что не хватает валина. Гистидин связан с ремонтом ткани, в случае, если у вас постоянная крепатура, у вас ощущение такое, что все время тело болит, если у вас варикозное расширение вен, очень часто есть развитие атеросклероза и так далее, то это говорит о уменьшении выработки в вашем организме гистидина. Надеюсь, вам это было интересно. Чуть-чуть отвечу на вопросы, потом продолжим 11, которые необходимы. Итак, Марина Ведоренко, а как правильно купить все, что я делаю по вашим рекомендациям, идет на пользу? Хорошо. Как правильно купить? Вот здесь сейчас указан номер телефона и сайт нашей компании, по которому вы можете приобрести все препараты. О каких бы препаратах мне хотелось сегодня особенно рассказать. Итак, на первое место я бы хотел поставить препарат, который у нас называется... Вообще, основа большинства заболеваний, которыми болеет человек, связана с появлением у человека атеросклероза. Атеросклероз является заболеванием, которое связано с возрастом. И очень часто именно атеросклероз является причиной появления большого количества болезней фактически всех. На сегодняшний день считается атеросклероз, это основное заболевание, в ходе которого происходит усложнение и ухудшение работы органов. Именно причиной атеросклероза называют происхождение всех остальных заболеваний. Я когда-то проходил такой семинар и семинар назывался гигиена. И пришел преподаватель, который преподавал гигиену и говорит, смотрите мои дорогие студенты, перед вами торт. У него был день рождения, смотрите, если этот торт разделить на 30 частей, то одна третья, вернее, если его разделить на три части, то это будет у вас одна часть, это дарованное природам здоровье, вторая часть, это то, что человек может сам сделать, и третья часть, это физические упражнения. И он очень часто говорил, не забывайте о том, что у человека основа его здоровья заключается в том, что на что-то воздействует генетика. В нашем организме существует, по моему мнению, существует определенная задача. Она заключается в том, что человек должен произвести себе подобное существо, и после того, когда это существо появилось на свет, после этого у человека начинаются процессы, которые уже связаны с утилизацией его, в ходе которых как раз и появляются основные заболевания, которые развиваются на фоне атеросклероза. Что такое атеросклероза? Атеросклероз — это повреждение интимы сосудов, появление бляшек в сосудах, утолщение перенхимы сосуда, появление заноса в сосудах, появление холестериновых бляшек и так далее. Часто это связано с повышением холестерина общего. Именно поэтому часто людям назначают нестатины. Можно ли каким-либо образом привести это все вспять? Конечно, три способа. Первый способ. Вы должны знать, что существует одна из теорий, которая называется антиоксидантная теория старения. Считается, что в нашей клетке за счет кислорода или попадания кислорода включается процесс метилирования, также включается процесс накопления свободных радикалов. Вот эти свободные радикалы, которые накапливаются в организме, они затрудняют процессы восстановления клеток, процессы дуплицирования и мультиплицирования клеток. В дальнейшем это приводит к утилизации этих клеток, в дальнейшем приводит как к развитию заболеваний, так и к самому процессу старения. Но в нашем организме существует определенный механизм, который называется механизм управления, устранения всех вот этих. Все это происходит за счет кислорода. И в ходе этого дыхания человек говорит, я хочу жить вечно, перестань дышать. Но это же сделать невозможно. Человек все время вынужден дышать, все время будет происходить процесс окисления. Все время это наша жизнь, она так устроена, нас так Бог создал. Ну и в этот момент появляет перенакопление свободных радикалов в дальнейшем, приводит к появлению большинства заболеваний, среди которых на первое место можно поставить атеросклероз. Ну и конечно, как это все устраняется. Итак, борьба с первой задачей, которая называется борьба со старением. Атеросклероз является одним из элементов старения, по моему мнению. И борьба с атеросклерозом фактически может производиться за счет устранения такого сегмента, как старение. Знаете, выглядеть хорошо внешне, это одно дело. А вот выглядеть внешне и внутренне хорошо, другое дело. И здесь можно поставить, конечно же, и эту идею. Она заслуживает одобрения, так как было проведено много исследований. В науке антиоксиданты называются биоокислители, и их по-другому воспринимают ученые. И среди этих биоокислителей особое место занимают такие вещества, как сами окислители, это вещества витамины. Допустим, витамин Е, мы сейчас его называем витамины Е, витамина К, жирорастворимые витамины, витамины аскорбиновая кислота, ниациновая кислота и так далее. То есть мы можем рассматривать вопрос влияния кислот как в процессе окислительного, плюс окисление кислородом с появлением большого количества свободных радикалов. Чем больше радикалов, тем больше болезней. Нашей же задачей является устранение свободных радикалов, и с этой задачей организм сам по себе не справляется. Почему? В нашем организме существует три аминокислоты, которые постоянно изменяют свою форму, и целью которых является устранение и выведение свободных радикалов. Такая аминокислота, она называется цистин, цистерин, цистеин. Она называется по-другому еще цистин. В нашей компании данный препарат цистин существует. И вы знаете, применение препарата цистин зарекомендовала себе как применение, гепакс он называется этот препарат, в нем находятся аргинин и цистин. Аргинин великолепный, сейчас я об этом всем расскажу. Цистин великолепное вещество, которое может в очень короткое время устранить высокий холестерин раз, устранить высокое количество накопленных свободных радикалов два, улучшить общее самочувствие три. Как определить, что у человека есть сильнейшее влияние свободных радикалов? Ну, наверное, об этом даже сейчас разговаривать не будем. Но, тем не менее, высокое артериальное давление, часто повышающееся давление, ожирение, беспокойство, это все диарея даже. Это все может быть показателями того, что у человека переизбыток свободных радикалов. И в этом случае препарат цистин может справляться с этими всеми функциями, собирая свободные радикалы и выводя их. Второй препарат, это препарат L-орнитин. Как работает L-орнитин? В нашей печени постоянно происходит процесс расщепления жирных кислот. Этот процесс происходит за счет работы гепоцитов. Очень часто со временем гепоциты инволюционируют, то есть по-другому превращаются в жир. И ранее считалось, что вернуть их в обратное направление или превратить их обратно в вещество, вернее, превратить клетки жировой ткани обратно или привести их к эволюционированию и привести их к тому, чтобы были клетками печени, считалось невозможным. Но существует исследование, которые говорят о том, что компенсация происходит за счет этой жировой прослойки или жировых отложений и происходит формирование новых клеток печени. Это некие такие доказательства того, что печень способна самовосстанавливаться, как и некоторые клетки нашего организма. То есть происходит процесс полного восстановления. Этот процесс имеет название. И я могу сказать, что это происходит за счет аминокислоты, которая действует исключительно на нашу печень. Эта аминокислота называется L-арнитин или арнитин. Смотрите, как удобно. Это цистин, аминокислота, которая устраняет свободные радикалы. Но печень восстановить не может. А печень больше всего создает неприятности организму. Так как печень израсходует свои ресурсы, появляются токсические вещества. В случае, если печень не может расщеплять жиры, то появляется желчекаменная болезнь, также холецистин, появляется дискинезия желчных протоков. Это в дальнейшем приводит к ряду таких существенных комплексных заболеваний, органических заболеваний. Ну и как это все устранять? Итак, цистин препарат, который у нас продается как препарат цистин, принимать по одной таблетке два раза в день для того, чтобы быть молодым. Печень восстанавливать препаратом, который называется у нас гипакс, в котором находятся два вещества. Одно вещество называется аргинин, и второе вещество называется л-орнитин. Л-орнитин это аминокислота, которая помогает восстановить печень, устраняет лишний аммиак в крови при гипераммониемии, которая очень часто является следствием неправильного усвоения белков. Очень часто именно так и происходит. Также при перенесенном вирусе происходит осложнение и появляется большое количество нагрузки на печень, что приводит к тому, что гипоциты начинают инволюционировать. Алкоголь и применение алкогольных, наркотических, токсических веществ, включая нитраты, фосфаты и так далее, неправильное лечение каких-либо заболеваний приводит в комплексе к появлению ряда заболеваний печени. И печень это наша молодость. Чем лучше работает печень, тем лучше работают глаза. Чем лучше работает печень, тем чище наша кожа. Чем лучше работает печень, тем лучше вены и даже мозги. Именно поэтому на печень необходимо обращать особенное внимание. И на помощь нам приходит препарат гипакс, который рекомендую принимать по одной чайной ложке на стакан воды один или даже два раза в день на протяжении одного-двух месяцев. Также в гипаксе находится препарат, который называется L-аргинин или аргинин. Чем интересна аминокислота аргинин? Аминокислота аргинин это потрясающая аминокислота, которая способна полностью избавить человека от высоких титров холестерина. Это одна из самых ярких аминокислот, которые можно спасти человека и вылечить человека от повышенного артериального давления. Также может помочь человеку сбросить отечность, сбросить лишний вес, поможет человеку лучше выглядеть, улучшить состояние глаз, снизить артериальное давление, если оно у него вызвано атеросклерозом. Великолепный препарат, к сожалению, мы пока не продаем, он у нас есть только в комплексе. Я этот комплекс создавал для снижения холестерина, высоких липидов и для помощи нашей печени. И очень рекомендую вздутие живота, плохо работает печень, там желтая моча, там псориаз, заболевание энцефалопатия, о котором вы спрашивали, принимайте препарат гипакс. Принимайте препарат гипакс, это 100% улучшит ваше состояние. Как вообще развиваются заболевания? Смотрите, когда необходимо принимать аргинин, и с чем это связано? Вообще, очень часто люди не понимают, что с ними происходит. Я могу здесь немножечко быть полезным. У человека появляется частая диарея, у человека появляется несварение. С чем связано такое несварение, сейчас расскажу. У нас есть желудок, он состоит из двух частей, на самом деле из трех частей. Верхняя часть желудка больше связана с повышенной кислотностью. В нижнюю часть отдела желудка обычно поджелудочная железа выделяет вещество, которое называется пепсин. Вот это вещество пепсин, оно служит тому, чтобы усваивать, избраживать, допустим, лактозу, а также влиять на белки и усваивать белки. Очень часто в случае, если у человека нет пепсина в желудке, то у человека формируются следующие болезни. Они выглядят так. Мышечная слабость, дряблость, запор появляется у человека без ожирения. Почему? Белки не усваиваются, происходит изменение даже питания. Человек отошнит после применения белковой пищи. Вы знаете, что многие люди отказываются от белковой пищи, не могут ее принимать. Почему? Потому что появляется китоз, потому что появляется неусвоение белка, диарея очень часто. У таких людей со временем появляется артериальное, он начинает повышаться артериальное давление, у таких людей появляется заболевание сахарный диабет второго типа, у них исчезают мышцы, они становятся такими округлыми и так далее. Что делать таким людям? Им необходимо принимать мой препарат, который называется пепсин. Когда люди это слышат, допустим, гастроэнтерологи, они говорят, Дуйко, ты что говоришь? Пепсин может привести к запорам. Хочу сказать, что это не так. Почему? Формирование и сбраживание белков происходит у нас в желудке, а формирование твердости стула у нас, как правило, происходит в слепой кишке. То есть к слепой кишке это не относится. Вот если взять у человека, у которого есть диспепсия и у которого есть хроническая диарея при, допустим, неспецифическом язвенном калитре, и провести, допустим, исследование кала. Каугулограмму. И очень часто мы сможем найти там большое количество остатков белков. О чем это будет говорить? Это будет говорить о том, что у человека есть проблема с неусвоением белков. Именно поэтому я часто говорю, прямо постоянно говорю, вот смотрите, что происходит, если есть неусвоение белков. Что такое белок? Белок это грубо мономер. А что такое аминокислота? Аминокислота это полимеры, которые возникают при расщеплении белков. Так, допустим, при расщеплении белков происходит формирование аминокислот всевозможных, которые необходимы нашему организму. Допустим, возьмем поджелудочную железу. Наша поджелудочная железа это железа, которая способна собирать мономеры белка или по-другому аминокислоты из нашего организма и из пищи и формировать инсулин. А что такое инсулин? Инсулин это 72 аминокислоты. Представляете? А что такое, допустим, гормон щитовидной железы? Тероксин. Терозин, да? Гормон щитовидной железы это 40, по-моему, 2 или 46 аминокислот, объединенных между собой. Таким образом, можно сказать, что неусвоение белка приводит в дальнейшем к тому, что в организме происходит неусвоение и неформирование, правильное неформирование чего? Аминокислот, кто больше всего от этого страдает? Больше всего от этого страдают наши железы внутренней секреции. Именно поэтому в большинстве своем сейчас объяснить через теорию, допустим, иммунную, через теорию, там, инфекционную, там, или еще какую-либо теорию появления таких заболеваний, как сахарный диабет первого типа, невозможно. А через теорию неусвоения белка и нерасщепления белка такую теорию можно развить. Один из элементов, который помогает расщеплять белки является, помимо трепсина, еще и пепсин. И из этого следует, что для человека прямо нереально и важно иметь здоровый желудок для того, чтобы у него формировался правильно процесс расщепления белков. И здесь еще один нюанс, смотрите, из чего состоят белки и что происходит в процессе нерасщепления. В процессе нерасщепления белков, как правило, создаются вещества, которые называются аксалаты, далее фосфорные соединения белка, дальше кальциевые соединения белка. Скажите, на что это похоже? Это похоже на формирование камней в почках. И самые настоящие камни в почках появляются как раз при диспепсии. Если у человека очень часто диарея, если вы кушаете постоянно еду и сразу же идете по большому в туалет. Если у вас стул на протяжении дня 3-4 и более раз, то вам нужен препарат пепсин. А еще я вам хочу сказать. У меня была проблема в свое время. Эта проблема называлась мочекаменная болезнь. Камни в почках образовывались бесконечно. И я принимал всевозможные фитосборы, фитопрепараты. Дошло и до хирургии в свое время и так далее. То есть это было бесконечно. При этом самые лучшие урологи, нефрологи вечно говорили, что почему, от чего мы не знаем. И постоянно мне там то желудок лечили, то воду пей говорили, то еще что-то. Но я могу сказать вам, чем я вылечил. На сегодняшний день я вот только что был в больнице и попросил знакомого УЗИста просмотреть мне почки. Я говорю, давай мне почки посмотрим. Что там делается? Последний раз я почки свои проверял несколько, ну больше года назад. Говорю, давай посмотрим. Он посмотрел почки и говорит, даже намека на песок нет. У тебя почки как у 18-летнего мужчины. Говорит, но я же видел в каком они были у тебя состоянии еще несколько лет назад. Что ты делаешь с ними? Я хочу вам открыть секрет. Если у вас камни в почках, если у вас проблемы с аксалатами, если у вас проблемы с мочеполовой системой, если вы часто болеете пила нефритом, если у вас хроническая диария, не специфический язвенный колит. И даже, ну сейчас о нем даже заговорим, даже герб, эзофагиальный рефлюкс. Обязательно принимайте пепсин. Никогда от пепсина запора не будет. Но пепсин способен убрать камни в почках, а также вылечить, смотрите, что там идет. Солевой диатез, дальше камни в почках, аксалаты, это уже подагра, подагрическое заболевание. Все является следствием неусвоения и не расщепления белков. Коллаген не усваивается. Почему? Для того, чтобы коллаген усвоился, необходим пепсин. Именно поэтому я вам говорю, обязательно принимайте пепсин. Принимайте пепсин от одного месяца до четырех месяцев. И забудьте о том, что у вас когда-либо, где-либо были камни. При этом камни в почках лечатся пепсином лучше всего. Когда я был когда-то в Китае и проходил там рефлексотерапию, то обучение рефлексотерапии, ридодиагностики. И когда я проходил такое обучение по собственной воле, я ездил там. Очень много времени этому посвящал. Хотел здесь в Киеве открыть центр иглоукалывания. Хотел назвать его Тибет. Он до сих пор работает. К сожалению, я его открыл, но им не занимаюсь. И сейчас он мне не принадлежит. И в тот момент, когда я это все сделал, то там работал, когда я находился в Китае, то одним из способов лечения камней в почках являлось применение шкурок от желудочков, слизистой оболочки желудочков, сырые шкурочки, куриные. Они их называли золотые, золотая кожа или золотые шкурки, как-то так. Они брали утиные шкурки, вымывали, из пупков куриных вымывали и делали, сушили их, потом делали из них препарат. Они этим препаратом лечили самые настоящие камни в почках. Я долго не мог понять, при чем тут шкурки куриных пупков и камни в почках. Оказалось, что связь прямая, так как в слизистой оболочке куриных шкурок находится вещество пепсин. Поэтому недостаток этого вещества дается человеку, в ходе которого в дальнейшем устраняется проблема камней в почках. Именно поэтому я рекомендую принимать препарат моей компании пепсин. В случае, если у вас есть аксалаты, камни в почках и так далее. Андрей Андреевич, помогите справиться с листозом. На самом деле не с листозом, а с листозом. Что это такое? У нас, где находятся твердые позвонки, между ними находится хрящевая ткань. Что такое хрящевая ткань и как формируется листоз? Вот два позвонка и уменьшение щели между этими позвонками является ущемлением. Увеличение щели является воспалением. И так формируется грыжа и формируется листоз. Можно ли каким-либо образом вылечить заболевания, которые связаны с ущемлениями? Самые ущемляемые места, это у нас, как правило, шейный отдел. Очень часто страдает шейный отдел. С чем это связано? Мы постоянно опускаем голову вниз. У нас голова на протяжении дня все время в какой-нибудь позе. Мы все время смотрим вниз, наша голова склонена вниз. Работаем долго, сейчас очень много компьютеров, телефонов и так далее. При этом формируются такие заболевания. Само спазмирование начинается зимой. Продуло, охлаждение, переохлаждение, вирус. Конечно, можно временно облегчить страдания человеку. И можно помочь человеку справиться с этим, если давать человеку спазмолитики, противовоспалительные препараты, обезболивающие. Но я хочу вам сказать, как это действительно необходимо устранять. Самый простой способ – это водить или рисовать носом восьмерочки. Садитесь и рисуйте, смотрите на кончик носа или не смотрите, и рисуйте восьмерочки. Сначала 30-40 восьмерок по горизонтали, после этого 30-40 восьмерок по вертикали. Делайте это ежедневно, утром и вечером. Если так делать ежедневно, утром и вечером, за год забудете, что у вас где-то были ущемления вашего шейного отдела. Это самое лучшее средство. Второе средство. Вы знаете, у нас есть мышцы, которые держат, у нас есть мышцы сокращающие и мышцы… Неважно. Почему вдруг начинают болеть шейные позвонки? Что происходит? Дело в том, что у нас есть напряжение и декомпенсация. Наша голова, она находится грубо на трубе такой. Если с одной стороны происходит напряжение, то с другой стороны происходит расслабление. И это напряжение увеличивается. Тогда чего не хватает? Тогда где-то не хватает упругости и тонуса мышечной ткани для того, чтобы это все удерживать. Но как же это все можно устранить? Объясняю. Делайте такое упражнение. Ставите руку на лоб, делайте 10 раз так, 10 раз так, 10 раз так и 10 раз так. Делайте такие упражнения. Вот давайте сейчас вместе это сделаем. У кого болит сейчас голова, глаза, шея, сделайте вместе со мной. Уприте руку, поставьте ее на лоб. Делайте 1, 2, 3, 4, 5. Делайте вправо. Стойте 1, 2, 3, 4, 5. Левую. 1, 2, 3, 4, 5. И назад. 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас, когда вы это делали, вы можете заметить, что на какую-то секунду, 2 или более прошла головная боль или прошла боль в шее, или прошла боль в этих отделах. Если такие упражнения, которые сейчас вам показал, это движения, восьмерочки горизонтальные и вертикальные, и делать вот такие упражнения, как я показал вам, если это делать на протяжении от 1 месяца до 3 месяцев, каждый день перед зеркалом или утром и вечером перед засыпанием, то через 1 год на протяжении следующих 3-4-5 лет вы забудете о том, что у вас когда-либо болел шейный отдел и такие заболевания, которые сейчас вам лечат неврологи и которые вылечить не могут в дальнейшем за счет таких простых упражнений будут полностью устранены, экупированы. Вот. Надеюсь, было интересно. Светлана Миронова. Как можно избавиться от атеросклероза без таблеток с помощью продуктов питания? Поможет нам петрушка, поможет нам аскорбиновая кислота, которая находится в ягодах, очень поможет нам скволен, он находится в каше амарантовой, поможет нам кукуруза, потому что там находится ликопин. Кушайте кукурузу, синие ягоды, кушайте амарантовые, там, не знаю, чипсы или амарантовую кашу, если возможность такая есть. Также очень помогает снизить холестерин активное дыхание. Активное дыхание с короткими вдохами и выдохами снижает холестерин. Также может помочь применение кукурузного масла, свежеотдавленного. Оно помогает снизить холестерин, это проверено. Даже не холестерин, а липиды, то есть понизить липид. Пожалуйста, принимала неделю каолин, но сейчас прошла тошнота. Начала принимать горечь амарумдуйко для оттока желчи. Лучше может от каолина пошли паразитарные инвазии. Может быть, каолин может устранять паразитарную, может устранять и создавать процессы, при котором паразиты покидают желудок, и может такое происходить. Я рекомендую каолин принимать в каком виде. Смотрите, приготовьте для себя. Одна чайная ложка на 2 литра воды. Взболтайте. И принимайте по стакану 1-2 или даже 3 раза в день. Что это даст? Это от ожирения снизит количество глюкозы в крови. Тошнить вас может, в принципе, на фоне того, что очень снижается глюкоза. Если у вас и так снижена глюкоза, если вы худеете или много физических упражнений и спорта, то дополнительное применение такой каолиновой воды или просто каолина с водичкой может снизить глюкозу. Один из элементов снижения глюкозы, гипогликемии, появляющаяся тошнота. Именно поэтому в случае, если очень падает, знаете, так хочу кушать, аж тошнит. Что такое хочу кушать? Снизилась глюкоза в крови. А почему тошнит? Потому что одно из проявлений гипогликемии. Поэтому, если вас тошнит на фоне применения каолина с водой, это говорит о том, что у вас очень снижается или очень понижается глюкоза. Теперь вы знаете и теперь вы будете понимать, что с этим делать. Андрей Андреевич, желаю здоровья. Когда будете принимать препараты Леся Перец, скажите операторам, что я вам даю скидку на курс препаратов для дочери минус 15%. Уважаемый Андрей Андреевич, простите за такой вопрос. Заучно прощаю. Надеюсь на ответ. Были ли приворот на моего мужа от женщины, за которой он ушел из семьи? Нет, он ушел от вас. Он ушел от вас. Вы его не хвалили, вы его заклевали. Ну и вот он ушел из-за этого. А вы ни в чем не виноваты, знаете, это такое вот дело. Мужчины уходят не к кому-то, а от кого-то. Но, к сожалению, это не тема данного разговора. Женщина думает, что от нее ушел. Или думает, к кому ушел. Как правило, женщина думает, вот ушел к ней. Значит, она что-то сделала. Нет, он ушел от вас. Значит, вы что-то делали не так. Не обижать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прошу вас дать свои рекомендации по питанию при онкозаболевании третьей стадии. По препаратам вашей прекрасной продукции. Есть целый ряд публикаций таких. Я вообще хочу сказать, что есть целый ряд публикаций, которые отвечают на данный вопрос. А вот по препаратам мне не сложно. Один из препаратов, о котором не стыдно говорить слух, это препарат, который называется бетулиновая кислота. Икверцетин. Вот бетулиновая кислота, кверцетин и бетулин я рекомендую принимать при онкологическом заболевании. Вы должны знать, что онкологическое заболевание – это процесс, в ходе которого происходит распространение, расширение или метастазирование опухолей. В случае, если такой процесс происходит, то происходит появление каскада клеток, которые затягивают в себя другие клетки нашего тела. происходит формирование массированной опухоли. И в случае, что хочет человек? Человек говорит так. Я хочу, чтобы во мне эта опухоль, что-то с ней произошло. Что должно произойти? Есть один из принципов, который называется апоптос. То есть это засыхание и отмирание опухоли, видных новообразований. Когда происходит апоптос, то большие конгломераты опухоли, они некрозируются, некрозируются. Когда опухоли некрозируются, то они в теле начинают становиться тканями, которые организм начинает идентифицировать или интерферировать. И появляются в этом случае лейкоциты, которые начинают с этой опухолью бороться. По-другому там появляется серозная жидкость, появляется процесс, который может в дальнейшем, если опухоль уже некрозировалась, то это кусочек ткани мертвой. И этот некроз, он должен быть переварен нашим организмом. И может быть вот такой после некроза сепсис, а это уже заражение крови. Что необходимо знать и что необходимо делать? Смотрите, как вообще все происходит. Почему сначала проводят химиотерапию? Химиотерапия дает возможность провести торможение самой опухоли. Также может привести к тому, чтобы опухоль начала некрозироваться. Или происходит процесс апоптоза, или засыхания клеток, или отмирания и уменьшения в размерах клеток. Когда опухоль, когда начинается такая динамика, и опухоль перестает увеличиваться, то в этот момент появляется время, когда ее можно удалить. Почему ее можно удалить? Если ее удалить вовремя, то тогда не дойдет до процесса катастрофического, когда опухоль будет идентифицироваться как кусочек ткани мертвой, и организм не переключит свои силы для того, чтобы создавать антитела, для того, чтобы начать бороться уже с самой опухолью, и что может привести к тоже трагичным и тяжелым последствиям. И в этом случае оперативное устранение опухоли один из самых лучших вариантов. Существуют ли способы... Есть такие опухоли, которые имеют большой размер, а у вас уже стадия. Вот эта стадия, это... Смотрите, как относиться к стадиям. Чем выше стадия, тем меньше шансов опухоль удалить. Именно поэтому я часто говорю, не дотягивайте, старайтесь как можно быстрее удалить опухоль, делайте все для того, чтобы ее извлечь из себя. Это самые простые способы, которые в дальнейшем помогут вам выжить. В случае, если невозможно сделать, есть другие там варианты, допустим, использование радиации и так далее. Но это тоже не вариант, так как происходит тоже процесс уничтожения, лучевая болезнь, апоптос, некроз, ну и сопутствующие варианты. Если человек молод, он еще может как-то с этим справиться. Но если опухоли небольшого размера и есть еще варианты с ними побороться, как дополнение к тому, чтобы устранять опухоли, можно использовать и не метастазировали, можно использовать препараты битулиновой кислоты, битулин, собственно говоря, и кверцетин, а также амигдалин. У нас есть эти препараты. Амигдалин, это витамин В7, кверцетин, это разновидность витамина В, и битулиновая кислота, которую мы синтезируем из битулина, который мы тоже сами производим. Эти все препараты, о них можно почитать, так как большое количество информации есть в интернете. Используя данные препараты, можно с уверенностью сказать, что они могут не только продлить жизнь человека, который болеет онкологическим заболеванием, а еще, помимо всего прочего, очень много информации о том, как формируют эти препараты апоптос клетки. То есть выборочный апоптос, в отличие от химиотерапии, допустим, препарат кверцетина может влиять как выборочный апоптос. А это самое интересное, потому что химиотерапия воздействует на целый каскад клеток, то есть выборочно не работает, а уничтожает опухоль и все клетки, которые интегрированы в саму опухоль. При этом такие препараты, как битулиновая кислота или кверцетин, они это могут производить выборочно. Поэтому я тот человек, который говорит о том, что да, действительно, применение высоких дозировок кверцетина или битулиновой кислоты в высоких дозировках, это по две таблетки или по две таблетки три раза в день, способны совершать чудеса. Есть ли доказательства? Доказательства-то есть у меня. Я о них просто говорить не могу, понимаете. Мы компания, которая не лечит данные заболевания. Но в силу нашей профессиональной деятельности мы стараемся выпускать правильные пищевые добавки, которые в действительности способны совершать чудеса. Пожалуйста, изучите материал и применять. И в скором времени нас ждет еще два препарата. Это мой препарат выстраданный, который будет называться Джалкар. Этот препарат, который в свое время мне написали в Тибете, когда я проходил там определенные курсы обучения тибетской медицине в Китае. И данный препарат Джалкар называться будет, потому что данный препарат по идеям тибетской медицине способен справиться с новообразованиями в теле, с жировиками, с опухолями, с быстро произрастающими опухолями, с метастазированием и так далее. Он состоит из 11 растений, определенно приготовленными, определенно там, с определенным экстрактом, выделенные в виде определенной экстракции. Очень долго мы искали материалы, так как ни одно из этих растений у нас в Украине не произрастает, а хотелось нам для выделения экстракции нам необходимы натуральные растения, поэтому так все затянулось. Ну и второй препарат, это очень в свое время, препарат, о котором очень в свое время много говорили, это Росвератрол и Ликопин. И Ликопин и Росвератрол мы будем выпускать тоже отдельно, то есть мы выделили Кверцетин, теперь выделили Ликопин и Росвератрол тоже выделили. И будем все эти препараты продавать. Это произойдет, скорее всего, уже на следующей неделе. По питанию, очень рекомендую человеку, который питается и имеет онкологическое заболевание, очень рекомендую прислушаться к тому, что вам хочется. Это самый простой способ. Дело в том, что человек, который начинает болеть каким-либо заболеванием, у него появляются индивидуальные вкусы. Человек, у которого появляется онкологическое заболевание, он может очень перестать любить мясные продукты. Вот специально кушать мясо не нужно. У человека может быть тяга, допустим, кушать там сладкое или там мед какой-нибудь и немного, там по чуть-чуть. И многие скажут, да нельзя же с онкологией и так далее. Никого не слушайте. Кушайте ту пищу, на которую вас тянет. Правда, здесь есть одно но. Не переедайте и не делайте так, чтобы этой пищи было много. Также я вам хочу сказать, что, по моему мнению, переход на кетоновую или безбелковую диету или любые ограничения не способны помочь человеку справиться с онкологическим заболеванием. Это чуть-чуть преувеличение. Можно ли сказать, что небольшие курсы голодания. Небольшие курсы голодания это однодневное голодание с водой. Возможно, есть такие доказательства, могут стимулировать появление новых клеток иммунного комплимента и могут реагировать на опухоли. Есть этому доказательства. Поэтому голодание не более одного дня полезно. Голодание более одного дня не полезно. Почему не полезно? Голодание более одного дня может привести к кетозу, появлению аммиака, ацетона, может привести к появлению токсинов и так далее. Это все не очень хорошо. Человеку, у которого и так организм ослаблен появившимся новообразованием, поэтому лучше не голодать. Можно ли молочные продукты? Йогурты нельзя, а вот не очень обезжиренный, допустим, творог можно. С жирностью до 7%, до 8%. Очень жирный нельзя и 3% тоже не нужно. Дальше не нужно кушать все, что с плесенью. Дальше нельзя кушать крахмалы. Также белый хлеб. Также я бы не советовал кушать гречневую кашу или почему гречневую кашу не советовал бы. Гречневая каша влияет очень на усвоение глюкозы и это не всегда хорошо, потому что необходимы силы. и очень часто забывают, что наши клетки в итоге питаются глюкозой и формирование нового гемоглобина или формирование нового эритроцита очень часто связано как раз с тем, есть глюкоза в организме или нет. Поэтому глюкоза нам очень часто нужна именно для этого. Поэтому отказ от глюкозы может привести к понижению гемоглобина. Марина Маликова. Андрей Андреевич, если калий в крови повышен, 6,1, что и как, по вашему мнению, спасибо. В нашем организме есть калиево-натриевый насос. В случае, если калий повышается, то это говорит о том, что не хватает натрия. И, скорее всего, это говорит еще и о том, что у вас, скорее всего, формируется аллергия и отечность. При повышенном калии у человека появляется отечность, аллергия. Также это может быть заболеванием даже сахарный диабет второго типа. Это может быть еще и следствием почечной недостаточности. Что необходимо делать и как выводить калий? Калий великолепно выводится, если дополнительно принимать кальций. Или натрий. Ну, кальций лучше, кстати. Валя Саблина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо, что вы есть эмбрионозинтрангенлизан. Хорошо помогает, но сейчас сильный кашель и задыхаетесь. Что пропить? Сильный кашель и задыхаетесь, это может быть не заболевание легких, это может быть заболевание сердца. Может развиваться ишемическая болезнь сердца. Ну, а также какое-либо заболевание сердца может приводить к появлению кашля. Это может быть аллергический кашель. На холод, на какой-нибудь там бельевой клоп или там бельевой клещ. Это не обязательно кашель. Поэтому прежде, чем начать какое-либо лечение, необходимо обратиться к врачу. К какому? Терапевту. Пусть терапевт скажет, что у вас за кашель. Он сможет вам прослушать легкие и сказать, у вас кашель там связан с тем, что у вас есть в нижней доле легких там жидкость или осмотреть вас, послушать, есть ли хрипы и поставить диагноз. А так, Андрей Андреевич, давайте попробуем. Нет, если бы у вас был диагноз, допустим, грипп или диагноз там воспаления легких, я бы рассказал, что делать. А так легкие с кашлем, к сожалению, полечить невозможно. Сердечно дякую, учитель, за парады для меньшей дочки. Старше утратил волоси, допоможи стресс загинул тату. Перейдите ко мне на мой канал, который называется Тибетская формула целительные рецепты в YouTube и там найдите видео, которое называется «Волосы» или «Как вновь отрастить волосы». Там я даю целую лекцию о волосах, рассказываю, почему волосы выпадают, что такое одна аллопеция, другая, как это связано с гормонами, как связано это с минералокортикостероидами, как это связано с половыми гормонами. Там лекция большая. Для того, чтобы определить, как сделать так, чтобы волосы росли, необходимо сначала определить, от чего они выпали. Это наши догадки, а можно четко определить. То есть дать определенные анализы после этого, выработать стратегию и помочь. Можно ли отрастить? За 6 месяцев можно восстановить волосы на 100%. Даже в случае, если до этого не было волос годами. Можно ли это сделать? Можно. Были ли возможности такие? Были, что волосы отрастали. При полной аллопеции, 100% волосы отращивали. Андрей Андреевич, аминалон можно принимать? Чем он полезен? Понятия не имею, что такое аминалон. Вернее, знаю, что такое аминалон, но рекламировать его сейчас здесь не буду. Sorry. Помогите, пожалуйста, как вы лечите экзему на кистях рук, на стопе кожи, лопаются, красные отекают. Скорее всего, это не экзема, скорее всего, это псориаз. И вот псориаз так и проявляется. Лопается, кровоточит, болит. Каким образом и что нужно делать? У меня есть бальзам, он называется изотоновый. И изотоновая мазь. Купите, смазывайте. Это уберет и облегчит. Для того, чтобы не лопалось, есть народный способ. Берете кукурузные рыльца, завариваете их крепко, вкрутую. И компрессы на те места, которые, где лопаются. Также смывать. Сегодня я уже говорил о битулине и битулиновой кислоты. Принимайте битулин и битулиновую кислоту. Это заметно улучшит общее состояние. Также пепсин, лизоцин, экстра, битулин и битулиновую кислоту. Если принимать эти четыре препарата и мазать вот такими мазями, такие заболевания, как псориаз, экзема, какие-либо появляющиеся на поверхности кожи, которые могут быть полностью подавлены. Есть еще мазь такая, называется она у меня, Родопи. Это мазь от Витилиго и очень помогает при экземе. Прям очень помогает. Но лучше совместно, это бальзам, изотоновая или изотоновая мазь, совместно с мазью Родопи. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Пожалуйста, великолепный вебинар. Спасибо большое. Благополучие. И вам благополучие. Я очень хочу, чтобы люди были здоровыми. Очень хочу. Ну что, продолжим. Итак, заменимые аминокислоты в нашем организме, их 11. Аланин используется для образования глюкозы, поддержания энергетического баланса. Аргинин сегодня о нем рассказывал. Играет важную роль циркуляция миака, мочевины. Хочу еще рассказать. Если принимать L-аргинин, купите в любом магазине, который продает спортивное питание, и пить. Похудеете быстро. Сахарный обед второго типа исчезнет. Если принимать часто, то артериальное давление уменьшится, холестерин уменьшится, атеросклероз уменьшится, проблемы сосудов уменьшатся. Кстати, по сосудам забыл сказать. В моей компании великолепный препарат есть для сосудов. Их несколько, но один из моих любимых называется Гваргин. Ребята, принимайте Гваргин. 1, 2, 3 месяца Гваргин. Это не аминокислота. Там находятся экстракты растений, которые связаны с тем, чтобы восстанавливать интиму сосудов. Великолепно зарекомендовал себя препарат, как препарат, снижающий холестерин, улучшающий состояние сосудов, улучшающий состояние позвоночника, улучшающий зрение, снижающий артериальное давление и так далее. Супер-супер. Вот, пожалуйста. Итак, аргинин рассказал. А, принимайте аргинин. Аспарагин. Участвует в аммиачном метаболизме и образовании амидов. Аспарагиновая кислота важна для обмена азота в организме. Очень важна для 50-60-летних людей. Очень важна. Аспарагин будет, будет тело молодое, здоровое, гнуться будет, не будут суставы разрушаться. Глутамин. Ну, уже знаем, я о нем сегодня рассказывал. Для того, чтобы иммунитет работал, кишечник функционировал. Цистеин сегодня о нем тоже рассказывал. Глутаминовая кислота, карбонат и азот усваивает. Карбонат нам необходим для того, чтобы у нас легкие хорошо работали, для того, чтобы у нас происходил процесс метилирования, для того, чтобы клетки вновь возрождались. Глицин. Пурины. То есть, если у вас аксалаты, вам необходим глицин. Если бессонница, тоже глицин. Пролин. Суставы портятся, что-то с коленями, вам необходим пролин. Пролин плюс. Пролин плюс хондропротекторы. Какие могут быть? Это может быть глюкозамин, хондроитин, а также коллаген, эластин, и подобное. Сирин. Сегодня спрашивали Андрей Андреевич, что такое атеросклероз. Атеросклероз это, экзогенный атеросклероз, это недополучение пролина и сирина. Где больше всего сирина находится? В оливковом масле, в омега-3 и в кукурузном масле. В кукурузном соевом больше всего, в кукурузном больше всего. Поэтому сирин экзогенный вы можете получить, если принимать кукурузное мясо, кукурузное масло, и это поможет вам устранить высокий холестерин, уменьшить глюкозу, в случае, если есть сахародиабет первого типа, а также в синтезе фосфолипидов, если у вас есть камни в почках. И тирозин необходим для синтеза гормонов, нейротрансмиттеров, адреналин и допамин. Адреналин является катихоламином, адреналин и норадреналин являются еще и элементом, который в дальнейшем может накапливаться и приводить к тому, что появляются проблемы, связанные с психикой, такие как депрессия, панические атаки и так далее. Тирозин при этом является еще и гормоном, который в дальнейшем может синтезироваться и входит в часть нашего гормона, который называется тероксин. И вот этот тероксин, в нем находится йод и следующие аминокислоты, среди которых важную роль имеет тирозин. Именно поэтому для щитовидной железы или для лечения щитовидной железы или альтернативного лечения щитовидной железы экзогена, то есть внешне, в ходе изменения рациона питания необходимы пищевые добавки, такие как высокие дозировки потасиум йода или калия йодида и дополнительно аминокислоты тирозин, о которой я очень часто говорю. Ну и, собственно, все. Готовили к геноинженерной терапии шагерен, оказалось, диоксин теста, чактогона, с детства пропил два месяца противотуберкулезной таблетки, АДТ все равно, это нормально. Нет, это не нормально. К сожалению. Есть у меня препарат, называется этот препарат Демилон и Туберсол. Вот попробуйте данный препарат применять. Еще препарат КФС. Применяйте эти препараты по две таблетки, два или даже три раза в день на протяжении одного месяца. Уже через месяц вот эти исследования могут оказаться другими. К удивлению врачей. Я желаю вам всем счастья. Будьте здоровы. Я надеюсь, что я приношу вам пользу и вношу свой вклад в здоровье ваши и ваших детей, и ваших близких. Возможно, не вся информация полезна. Возможно, не все вы можете приобрести или не всем можете воспользоваться. И, возможно, не все вам нужно. Но, скорее всего, в дальнейшем, когда у вас появится какой-либо вопрос, вы сможете дать на него ответ. Скорее всего, когда у вас появится какое-нибудь желание, у вас появится понимание, возможно, будет в этом всем еще и моя подсказка. И все равно так просто и так, наверное, доходчиво объяснять сложные, говорить о сложных вещах так просто, как я, наверное, не каждый может. И донести какие-то вот такие нюансы человеку, который сталкивается с проблемами своего здоровья, не имея возможности в дальнейшем получить там квалифицированную консультацию или получить лечение, ну, такой человек сможет ну, хотя бы применить хоть что-то из того, что я периодически даю или что я озвучиваю. Знаете, мне очень хочется, чтобы этот мир был здоровым. Мне очень хочется, чтобы вы не болели. Мне очень хочется всем пожелать здоровья в это сложное время. И давайте бороться. Помните, я когда-то говорил о том, что есть целый ряд нюансов таких, которые могут очень помогать человеку. Хочу напомнить вам о моем методе, о котором я когда-то говорил. Это метод в свое время, который я широко применял, он называется Тибет. Выглядит он так. Трясись, иди, беги, дыши. То есть, применяйте такой метод. Трясись, иди, беги, дыши очень полезен сейчас. Потому что, если применять только метод трясись, иди, беги, дыши, о котором можно почитать и видео это можно найти в Ютубе, дуйко написать метод Тибет, с буквой Д, трясись, иди, беги, дыши. И посмотреть, как я о нем рассказываю и что я о нем говорю, то такой метод способен очень улучшить что? Улучшить сердцебиение, снизить отеки, улучшить работу почек, улучшить работу кишечника, улучшить работу суставов, формирование коллагена, формирование липидов, вернее, расщепление липидов, и улучшить работу внутренних органов и так далее. Все это способно сделать данная вот такая несложная, очень простая, бесплатно выложенная гимнастика. Закаливание сейчас очень популярно, по ГОФу там и так далее. Хочу вам сказать по поводу закаливания, никто еще не отменял ваши проблемы с позвоночником. Вы должны знать, что выйдя на улицу, на сквозняки, вы 100% можете ощутить всю прелесть спазмированных ваших сосудов и мышц. Так вот на протяжении всей жизни у вас где-либо формировался листоз или протрузия, или формировалась грыжа, грыжа. И вы сейчас выйдете, и у вас будет спазм. И в этом месте, где произойдет спазм, со временем начнет болеть. И вы начнете лечить, а это будет длиться долго.